Сегодня вашему вниманию предоставляю проект под названием «Мурзилка». Идея наша заключается в том, что мы хотим создать ростовую куклу «Мурзилка», которая будет жить в нашей школе, общаться с детьми, участвовать в различных школьных предприятиях и даже в некоторых моментах образовательного процесса. На первый взгляд, идея создания куклы кажется простой, но это только на первый. Как оказывается, социальный проект должен учитывать огромное количество деталей. Нужно просчитать не только стоимость материала на изготовление, а также методы его внедрения в школьную жизнь. Необходимо даже узнать мнение родителей, в какой области школьной жизни такой персонаж нужнее всего. Зато после выполнения проекта у школьников появится добрый друг. Каждый проект уникален по-своему, но задача у всех одна – сделать жизнь окружающих людей комфортнее и ярче. Студия предназначена для детей с ограниченной возможностью, то есть направлена на развитие их, на социализацию, улучшение коммуникативных навыков, то есть общение друг с другом, общение с нормальными сверстниками. Это расходные материалы, краски, специальные краски для пальчикового рисования, то есть рисование руками. Также фломастеры мелкие, художественные. То есть чем больше материалов у них есть под рукой, тем их творческие какие-то способности, творческие мысли они могут передавать. Кто-то может сказать, что фломастеры и краски стоят недорого, но в итоге количество необходимых материалов выливается в достаточно большие суммы, которые найти обычному человеку не так просто. В этот момент на помощь и приходит грантовая программа «Территория-2020», задача которой – обучить, проконсультировать и финансово поддержать инициатора. До этого три дня шла проектная школа. Мы говорили о том, в чем смысл проектирования, о том, что это такая технология, что ей можно применять в жизни. Говорили о лучших практиках социального проектирования, на мировых примерах, на красноярских примерах. Работали на составление паспорта проекта, презентации готовили, ну и в общем полностью готовились к защите. В итоге из 19 представленных проектов достойными реализацией жюри посчитало 11. На эти проекты было распределено 120 тысяч рублей. И можно быть уверенным, что эти идеи молодежь обязательно воплотит в жизнь. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», «Богучаны».